Здравствуйте, я буду сегодня рассказывать про вторую до восьмой главы доктора Живаго. Просто несколько главных идей, которые мне оказались интересны. Во-первых, мы вот видим больше развития отношений между Живаго и вот этих двух женщин у жизни, Тонио и Лары. Мне кажется, интересно, потому что, конечно, я сейчас записываю это уже после того, как я закончила книгу, но смысл в том, что теперь, мне кажется, я на ситуацию по-другому смотрю, как мне изменился взгляд, чем когда я изначально читала эти главы. И мне кажется, интересно, потому что когда я изначально читала, мне казалось, что Живаго действительно просто как искренне любит только Лару. И мне кажется, даже вот когда мои друзья смотрели кино и тоже читали книгу, они тоже так читали, даже некоторые рецензии, которые ее читали, тоже так считали и предоставляли такое объяснение. Но мне кажется, что теперь, как вот мы закончили книгу, действительно есть, поддерживается идея тем, что он уважает и любит Тоню и Лару, и что ему нужна любовь обоих женщин, чтобы как быть тем Живаго, которым мы знаем. И так что, мне кажется, теперь вот когда даже в пятой главе, а в шестой он возвращается обратно в Москву после того, как Тони уже прочитала письмо от Живаго, уже думает, что он ей изменил и так далее, мне кажется, что он действительно все равно любит Тоню, но по-другому. Это две женщины его в жизни, но он просто не может выбрать, и мне кажется, вот из-за того, вот как-то, мне кажется, слишком легко сказать. А, ему нравится Лара, так что она оставит Тоню. Мне кажется, это более такой мульти... Я не знаю... Много уровней осталось, где надо проводить анализ. И мне, кстати, сильно понравился анализ тот, который мы провели в классе, там, где мы сказали, что Тоня больше как символ старой России, Лара больше как новой России. Это была одна такая интересная идея, которая мне понравилась и которую я просто как исключила. Изначально, но потом, мне кажется, действительно, вот, после того, как мы закончили книгу, больше так, я не знаю... Больше я об этом подумала и больше согласна стала. Еще мне казалось, было интересно то, что мы действительно видели... Здесь уже начали видеть изменения в Живаго. Так, например, когда он уже вернулся обратно в Москву и уже увидел своих друзей, он действительно не имел такие же отношения с ними, как он прежде, я не знаю, думал, которое... Он думал, он сейчас вернется и все будет как по-старому. И так действительно не было. И мы это видели, например, когда они сидели за ужином и... И просто даже разговор, который они вели, Живаго не мог ничего сказать и он не понимал даже, почему они разговаривают про такие как простые вещи и почему дискуссия не на высшем уровне. А еще было интересно то, что вот это мясо, которое они ели, которое Живаго получил с этого немого, глухого... Короче, я забыла, с этого какого-то странного чувака, который был на поезде после того, как он получил это мясо, потом они его даже ели не могли есть, потому что оно было такое сухое. Еще было интересно, потому что в этих главах мы видели более... Вот, не, исторический вот этот голод, который происходил. И мы действительно видели, что Живаго и его семья почти не умерли от этого голода. И это действительно интересно, потому что как мы уже... Такое, как глобальная идея, то, что Живаго, как Иисус, это действительно ему страдание. Это как начало такое серьезного страдания. И действительно он, я не знаю, как начал свою трансформацию в эту новую роль, как Иисуса Христа. И мне кажется, последняя мысль, которая у меня, это что мы здесь изначально уже начали видеть большевиков и вот символов вот этих людей, которые действительно как большевики себя вели. И это было, например, когда Живаго поехал в Юрятин и уже начал иметь дело с такими людьми, как Семдевятов и с семьей вот этих Микульсинов. Микульсинов, я не помню фамилию точно. Но мне кажется, это будет действительно интересно, потому что это такая же типа идея, как Лара. Вот Лара и Тоня, вот если вместе их сложить, тогда это как старая новая Россия, как вместе, они достаточно для Живаго. А вот и все вот эти большевики трое, они тоже, если их вместе сложить, тогда они как один такой член большевиков и показывают три разные стороны, я не знаю, типа этого человека. Так что это все мои замечания. Это с пятой по восьмой главу, я так чуть-чуть несколько идей. И да, мне кажется, намного интереснее сейчас смотреть на все эти главы, потому что теперь я уже как-то более, у меня есть какое-то мнение про всю книгу. И теперь больше я как могу предоставить мнений про вот эти, я не знаю, маленькие эпизоды. Окей, спасибо большое, это вроде я заканчиваю свой рассказ. И в следующей серии вот этих маленьких рецензий критика я буду рассказывать, начиная с девятой главы по тринадцатую. Окей, peace out.